Как, в общем, оцените тогда подготовку этих людей? Потому что есть уже информация, что зэки убегают из соучений, хотят назад в тюрьму вернуться. Насколько будет эффективна такая вот мобилизация, когда люди все больше понимают, что привозят людей пачками или не привозят? И, в общем, какая их подготовка может быть? Я понятия не имею, что как можно подготовить такую массу мобилизованных. Ну, сколько там человек? Там 200 тысяч. 200 тысяч. Призовут. На 200 тысяч человек нужно 20 тысяч офицеров. Где они их возьмут? Где взять 20 тысяч офицеров? Это же не лейтенанты. Ну, ладно, можно там лейтенантов досрочно выпустить из училищ, окей, как в Великую Отечественную войну, допустим. Лейтенанта можно поставить, командовать даже, допустим, ротой. Но его нельзя поставить, командовать батальон. Это невозможно, он не умеет. Потом, где для них брать технику? Ну, Калашниковых они там насобирают каких-то державых по складам, там почистят их, там, ну, в крайнем случае, винтовки Мосина выдадут, там, я не знаю, на Масфильме их возьмут, в конце концов. Но техника нужна для этого. Нужна артиллерия. Вот. Этих людей нужно снабжать. Все это провалилось совершенно с треском во время вот этого вот начала первой волны мобилизации. Где их готовить? В учебках нет инструкторов, потому что все инструкторы уехали воевать в Украину, а в учебках срочники инструкторами. Это кому еще повезло. Вот. Ну, какую-то часть они там в Белоруссии вроде как готовят. Вот. И как это вот все... То есть уровень подготовки будет там по-прежнему такой же, ниже Плинтуса, после чего они все, значит, побегут в атаку. Все будут вот по-прежнему действовать вот этой линейной тактикой, как под Бахмутом. Ходить в лобовые атаки, ходить, ходить. Пока люди не кончатся, тогда новых подвезем. Вот. Примерно так я полагаю. Вот. Смотря на все это, на нехватку людей, на людей, как мясо, которых не бросают, на технику, которая тоже не в лучшем виде, вы верите в реально широкое наступление России, как сейчас прогнозируют в разведке, с разных, может даже быть, направлений? Это вообще возможно с тем ресурсом, что есть сейчас у них? Ну как, если 200 тысяч народу пригнать на фронт, да, можно устроить такое широкомасштабное наступление, там, гигантскими массами пехоты на одном-двух направлениях, изображая наступательные действия на других направлениях. Ну, по классике военной науки. Это как бы совсем... Это по классике военной науки примерно XIX века, но тем не менее. Ну, уж какую классику кто учил. Поэтому вполне возможно. А дальше вопрос, вот, будет ли у вашей армии достаточно инструментов для того, чтобы это наступление остановить и всю эту вот массу перемолоть. Для этого нужна и артиллерия, прежде всего, конечно. Ну, вроде как с артиллерией у вас там более-менее наладилось. Так что посмотрим. Потом, опять же, собрать такую кучу народу. Сейчас, понимаете, война XXI века. Ваша армия воюет-то больше по стандартам именно XXI века, по стандартам НАТО. А главный стандарт НАТО – это информация. Это тумана войны нет. Сейчас висят эти коптеры там, да, над полем боя сутками, да, ну, круглые сутки 24 на 7. Это у военных называется заполнение низких высот. Когда, ну, каждый шаг противника ты видишь. Как можно собрать такую кучу людей, там, 100 тысяч народу, да, и это останется... Исказать идите. Нет, искать идите, они и пойдут. Куда им деваться-то? Пойдут, как миленькие. Кто в плен сдастся, кто погибнет, кто там побежит, его пристрелят. Кому как повезет. Но факт, что невозможно будет подготовить, как сказать, внезапный удар, да, это же не Великая Отечественная война, когда там непонятно было, что там противник делает за линией фронта. Приходилось там посылать разведку туда, там, вести какую-то воздушную разведку, и то не всегда удачно. Маскировка, там, 5-10. Сейчас это все не помогает. Сейчас коптеры и спутники все это видят распрекрасно совершенно, в разных диапазонах. Поэтому я полагаю, что наступление такое возможно. Внезапным оно быть не может никак, но они обязательно его предпримут, потому что им деваться некуда. У них все плохо. Им нужно срочно каких-то успехов достичь, чтобы дойти до того момента, пока могут вдруг приключиться какие-то переговоры, чтобы хоть с какими-то достижениями. Но я все-таки надеюсь на то, что переговоры будут вот на границе 91-го года. Когда ваша армия их оттуда выкинет, вот тогда можно будет переговариваться о размере выплаты ущерба, там, выдачи военных преступников, там и так далее. Короче говоря. А иначе и никак. В общем, верим мы, конечно же, в нашу победу, верим в то, что Генштаб сказал, что они готовы к любым наступлениям, все контролируют, и верим в то, что в скорейшее время нам реально придет все это оружие, которое мы очень ждем. И, в общем, следующий Рамштайн может даже стать авиационным. Вам буду говорить спасибо за важную аналитику, за важный разговор сегодня. Спасибо вам. Спасибо. Дай Бог. Сергей Ауслендер, израильский журналист, это автор программ-каналу «Война с Ардой». Сьогодні вы с нами на этом канале «Фабрика новин». Ставьте лайк, подписывайтесь обовысково. Дякую, что с нами лишаетесь. Субтитры создавал DimaTorzok